И доброго времени суток, дорогие друзья! Как вы помните, в одном из последних роликов я доставал красного гомункула и сегодня решил попробовать его прапать и сравнить с тем, что у меня есть сейчас, насколько будет от него профит и что мы вообще получим в итоге, стоило ли его прокачивать. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить палец керхи и подписываться на канал. Погнали! Раз, два, двенадцать лет растет игра. Три, четыре! Крафтить броню могут все расы в мире! Пять, шесть новых локаций и рейдов не счастье. Семь, восемь. Знай на зубок все механики боссов. Девять, десять. Для межсерверных битв в R110 оденься. Легенда, с которой все началось, не стоит на месте. Попробуй Линейч 2 бесплатно на Фагейме. И как вы, наверное, помните, не так давно я вытащил первого красного агата. Это земляная чурон у нас. Ее единственное, ради чего стоит апать, как мне кажется, это под алтарь, да? Самое, наверное, лучшее, потому что как раз таки имея энергию и просто стоя с этим самым гомункулом, можно лутать на 10% адены больше. И я сегодня хочу выкачать как раз таки под тот самый алтарь и попробовать в нем стоять. У меня сейчас есть 1424 очка, но это я нажал уже один раз плюс. То есть начинаем мы с 1425 очков. Давайте посмотрим, сколько же будет стоить полностью ее опорапать и насколько мне в этом плане повезет. Погнали! Увидимся с вами, когда я достигну результата. Итак, качнул я на максимум ее до пятого левела. У нас, получается, было 1425 очков, да, 758 осталось. То есть на полное усиление ушло 667 очков. На самом деле дороговато, но ничего не поделаешь. Ну и теперь, наверное, самое важное, теперь открыть все возможные связи, которые возможны, да? Возможные связи, которые возможны. Хорошо. И давайте теперь все это дело покрутим. Я буду стараться апнуть все на максимум. Начинаем мы с 758 очков и посмотрим, за какое количество удастся мне вообще апнуть все связи на максимум. Погнали! На первую связь ушло 4 очка. Я, если честно, сам сильно удивился. На третью связь ушло тоже 4 очка, что тоже удивительно. Но я просто пытался очень долго поймать хпмп максимум, поэтому очков намного меньше. Но пока мы идем все равно неплохо. 23 очка, у нас уже две связи третьего левого. Давайте я уже добью все, чтобы вот это вот все дело не растягивать и посмотреть, сколько очков вышло. Ну и наконец-то это произошло. То есть у нас ушло почти 200 очков. И самое, наверное, интересное, что около, ну, суммарно там 100 с копейками очков ушло просто на то, чтобы я смог вот эту связь добить до 3. Это была самая такая вот противная вещь. Она очень-очень долго не хотела никаким образом на 3 стакаться. Было там и 3, 2, 3. Короче, вот одной единички вот всегда не хватало. Но в любом случае теперь мы лутанули красного прокачанного на фулла гата. И его можно будет юзать под фарм как раз-таки алтаря. Ну и в будущем, я надеюсь, не знаю, конечно, когда я до этого доберусь. Но в то и мне кажется, что он также будет относительно полезен. Хотя вот опять же здесь небольшие вопросы, что все-таки будет лучше. Атака стихии, да, там мощность физмакумения и КДР, например. Либо все-таки увеличение количества адены. Потому что с одной стороны вроде больше адены это лучше. Но с другой стороны надо не забывать о том, что Ари, боевой агат, который помогает увеличить ваш ДПС. Соответственно, ваш ДПС растет. Вы убиваете больше мобов, соответственно, быстрее и чаще получаете адены. Ну, в общем, вот тут вот вопрос. Но я попробую сегодня вот засечь, как раз сравнить два этих агатиона. Что же все-таки будет профитней конкретно для фарма. Итак, друзья, давайте как раз-таки проверим. Да, раз уже зашла такая речь о гомункулах, давайте как раз-таки посмотрим. Музей Пантеона залетаем на час. У меня есть еще две проходки, которые за что-то давали. Я уже не помню, но в общем, я недавно забрал их как раз-таки с нашего лаунчера. Да, давайте попробуем постоять час. Стоять мы будем под вот таким вот заюзом. Я не буду сейчас сразу продления юза для того, чтобы чар вылетел. Мы могли сразу подвести итог и потом вот именно на таких же условиях зайти сейчас потом сюда. И здесь все это дело протестировать. И в гомункулах сразу я хочу выбрать именно чарон. Пусть она будет сразу получаемая адена. А то мало ли я вообще не смогу с ней стоять. Не знаю здесь. После вот этого всего дела. Разница, конечно, между Ари и чарон есть. Я имею ввиду, что Ари у нас зеленый. Да, чарон у нас красный. Но опять же, этот 1% я не думаю, что сильно каким-то образом будет сказываться. Стоять мы будем на одном и том же макросе, да. Поехали. Начинаем. Макрос у нас это суммон атак и гнев теней. Все, больше я не вижу смысла что-то заюзывать, зацикливать. Вполне, я думаю, и так будет нормально. Во всяком случае, под зеленым Ари он чистил спот довольно-таки быстро конкретно чар. В общем, увидимся через час, посмотрим, какие будут цифры и сравним с тем, что будет потом у Ари. Итак, прошел час, вылетел я с музея. Как вы видите, получен опыт 4,3 миллиарда, да, и 129 миллионов адены. И теперь давайте повторим все абсолютно то же самое. Меняем гомункула у нас, да, ставим Ари, запоминаем циферки, естественно, устанавливаем с ним связь, кушаем одну проходочку для того, чтобы нас туда пустили повторно. И также туда залетаем. Будем сейчас смотреть, какая же разница, да, в количестве адены нафармленной, потому что, в принципе, экспа не должна, наверное, да, особо будет меняться, так как какой-то прям, каких-то прям серьезных бустов относительно красного Агата, да, относительно увеличения, да, моего ДПСа быть не должно. Поэтому будем смотреть и будем сравнивать, что же у нас получится сейчас. Лично мне кажется, что с Ари получится меньше, но вроде как, вроде как должно получиться опыта, наверное, больше, я не знаю. Ну, это мое пока исключительное предположение. Цифры нам все скажут. Давайте прилетел я уже на тот же самый спот, даже встанем, то есть не будем куда-то прям далеко забегать. И попробуем на этом же споте выдавить по максимуму, что же здесь может упасть. Встретимся через мгновение и подведем итоги. Итак, вышел я. Получается, второй час у нас прошел. И, как мы видим, адены на 11 миллионов меньше получилось, да, что составляет, ну, примерно как раз-таки 10% заявленных. От Чарон, светоносная, да, которая нам дает при наличии энергии, при наличии энергии 5%, да, и при просто 5% бонус Акаден. То есть 10%, наверное, если они суммируются, конечно, просто, но я сомневаюсь, мне кажется, корейцы что-то сделали здесь тоже очень такое хитрое. Но, и как мы видим, по XP мы получили 44 миллиарда 346. И вот тут возникает такой закономерный вопрос. Либо Ари ничего не дает, да, то есть мы понимаем, что он прибавляет какие-то характеристики, да, тут и атаку стихии, и мощность умений. То есть вопрос, либо ничего он не дает из этого перечисленного, но я сомневаюсь, думаю, это давным-давно всплыло бы уже, ребята бы потестили и рассказали об этом. Либо все-таки это максимум со спота, то есть это максимальный эксп, если убивать мобов по кд и убивать их по респу, к чему я, в принципе, наверное, и склоняюсь. Скорее всего, просто спот уже такой для конкретно этого чара простой, поэтому мобы просто отлетают. Но, в любом случае, буду я ходить продолжать именно с чарон, то есть все-таки это какой-никакой дополнительный заработок, да, и те же 11 миллионов на дороге не валяются, и почему бы не фармить больше просто так. Но я думаю, что в будущем, в спотах, которые будут пожирнее и потяжелее, тот же 110-й алтарь, я думаю, там уже могут быть проблемы, и, скорее всего, Ари там выдаст больше КПД, нежели выдала чарон. И вот такой вот получился ролик, надеюсь, он вам понравился, вы не забыли поставить пальчик вверх, подписались на канал, если вы здесь впервые. Также помните, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка есть в описании, и также в описании есть ссылка для старта в мейн-версии или в эссенс-версии, если она вам больше по душе при регистрации, получите дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Ну, а теперь давайте разыграем 5 промо-кодов на 7 дней ПА по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И в шпингере, о чем ссылку на предыдущий ролик, открывай бесплатные боксы и ловлю ЛС, и 49 лайков, 42 комментария. Спасибо за вашу поддержку, от души. Загружаем данные, выбираем первого победителя. У нас Ау. Как же, маг, я думал, ты назад вернешься, зал изменил магом. Да нет, я обязательно вернусь, просто почему бы не подкачать пока дуал, все равно за это плюшки есть, даже там за 120 дуал плюшки все равно будут, это заполненная коллекция, так что почему бы с умом пока не побегать на моем уровне буста. Первый код твой, поздравляю. Второй победитель у нас Мистер Слав. Я на мышку ставлю, тоже редко, неудобно ставить на мышки, так как ноутом пользуюсь. Ну, мне вообще неудобно даже редко ставить на мышку, поэтому я обхожусь без нее, хоть и теряю КПД, но зато мне удобно. Второй код твой, поздравляю. Третий победитель Сергей Подгорный, ЛС Дело Времени, не сегодня так, завтра поймаешь топ. Да, я тоже так думаю, в любом случае на мейне это вещь хорошая, что их можно всегда сохранять, и если вдруг перелавливаешь ЛС, то можно их, если что, не принимать. Третий код твой, поздравляю. Четвертый победитель Зот ДФ, сделай, пожалуйста, обзор игровые макросы и макросы на мышке. На мышке я вообще не пользуюсь, игровые я пока на сумме вообще никаким образом не менял, они какие были, какие я показывал в первом ролике, такие и остались. Четвертый код твой, поздравляю, и пятый победитель у нас, Ченнел Бэт Ньюз, желаю тебе себе удачи, выигрыш. Видишь, сам себе удачи пожелал, сам и выиграл, поздравляю, пятый код твой. Господа победители, не забываем отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм, все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарии от 4 слов и возможно в следующий раз уже вам повезет и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все, с вами был Душа Молодой, я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и самое главное, не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok